Они – Надежда электротехники Чувашия, школьники и студенты СУЗов, которые стали лучшими в Олимпиаде по физике и математике. Ее организаторы – ЧГУ имени Ульянова, Чебоксарский электромеханический колледж, предприятие ЧАС и ЭКРА. С юными умами познакомилась наша съемочная группа. Ну и устройство плавного пуска, оно выглядит вот так. Вам, конечно же, разрешат управлять двигателем. Шкафы релейной защиты и автоматики ребята увидели впервые. Эту продукцию производят ведущие предприятия электротехнического кластера Чувашия, которым необходимы квалифицированные специалисты. А школьники в будущем могут ими стать. Мы начинаем работать не только с выпускниками 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, мы начинаем работать с вновь поступившими первоклассниками. То есть к нам первоклассники приходят. А почему это нужно? Ну, чтобы люди с самого начала видели, что потенциал Чувашской республики позволяет обеспечить работой хороших и достойных выпускников. Наше желание, чтобы наши лучшие выпускники оставались в Чебоксарах и не уезжали в другие города. Олимпиады надежды электротехники проходят в третий раз. В этом году свои знания физики и математики проверяли 235 школьников и студентов техникумов. Они решали профильные задачи. Лучшими стали те, кто набрал более 70 баллов из 100. Среди 11-ти классников победителем стал Павел Зотов. Когда я шел на эту Олимпиаду, я не ожидал, что у меня получится что-то занять. Я надеялся хотя бы половину задания решить. Но когда увидел задание, уже понял, что эти темы мне знакомы. Я решил, что нужно рассматривать уже и ЧГУ как вуз для поступления. То, что нет смысла уже ехать в Москву, чтобы определиться в своем будущем, когда мне здесь уже предоставляют возможности. Бонусы при поступлении в ЧГУ, право выбора на обучение по целевому договору с ЧАС и ЭКРА, повышенная вузовская стипендия и стипендия от предприятий. Участие в Олимпиаде открывает школьникам дорогу в будущее. Недавние победители этой Олимпиады, которые поступили к нам в прошлом учебном году, они стали лучшей академической группой Чувашского государственного университета. Я думаю, что поедут на всероссийский конкурс. Это пример, это ориентир, некий образец для тех, кто тоже стремится быть лучшим как в своей будущей профессии, так и в общественной жизни. Видеть свою цель и стремиться к ней с самых ранних лет. Именно это дает участие в подобных Олимпиадах. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.